В нынешней ситуации с уплотняющей застройкой может привести к катастрофе. Является примером точечной застройки. Эксперта всему виной массовой застройки высоты. Мы не можем разъехать в постоянные пробки во дворах, к берегу, дети ходят по странам. Это нормально вообще? Возмущены сверхплотной застройкой, отсутствием комфортности. Мы все знаем, что экология города находится в ужасающем состоянии. Это экологическая катастрофа. И самый главный фактор, усугубляющий эту экологическую катастрофу, это уплотняющая точечная застройка. 5-10 лет назад ситуация в городе была другая, намного лучше. Температура была на 5-10 градусов меньше. И примерно в 83-м году есть исследование, что ветер был 16 метров в секунду, а сейчас полный штиль. И горно-долинная циркуляция, она нарушена в городе из-за этой плотной высотной застройки. Любая территория имеет свою экологическую емкость. То есть на любой территории может комфортно проживать какое-то ограниченное количество людей, в зависимости от того количества ресурсов, которые данная территория обладает. По подсчетам, которые есть уже с конца где-то приблизительно 80-х годов прошлого века и ведутся до сих пор, данная территория способна, ну скажем так, до комфортного проживания приблизительно 700-800 тысяч жителей. То есть первая проблема, которая возникает, это то, что экологическая емкость территории в городе Алматы значительно превышена. Второй момент. Мы открываем закон об архитектурной градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан и читаем, что одной из задач нашего правительства, полномоченных органов, местных представителей, так сказать, органов и местных органов власти исполнительной является реализация градостроительной политики, которая должна быть принята и удобрена нашими, так сказать, правительством, парламентом и так далее. Начнем с того, что такой политики нет. Поэтому город развивается совершенно хаотично. Отсутствие политики ведет и к тому, что законодательство тоже развивается достаточно хаотично. И оно не отражает тех потребностей, тех, я бы сказал, необходимых параметров, которые нужны для того, чтобы обеспечить полную правовую базу для нормального развития городов. И даже особый статус города Алматы, который существует в соответствии с законодательством, он не изменит ту экологическую ситуацию, которая уже сложилась в городе Алматы. Город перерос в свои границы, город ощущает недостаток водных ресурсов, город задыхается под смогом. Первое, что необходимо сделать, конечно, это ограничить рост города, ограничить правовыми нормами. То есть не давать городу новые земли, не давать городу новые ресурсы, которые можно было бы использовать, а переориентировать городские власти, переориентировать, как говорится, всю нашу элиту, правящую на четкую градостроительную политику, на создание ее, на четкие градостроительные регламенты, на четкое законодательство и на четкое его выполнение. Необходимо создавать города-спотники, где будут такие же, примерно, благоприятные условия, как в городе Алматы. Поэтому создавайте города-спотники. Местным исполнительным органам нужно очень строго придерживаться законодательства. Дело все в том, что у нас одна из самых главных проблем города Алматы – это то, что практически все местные исполнительные власти нарушают, грубо причем нарушают, экологический кодекс, водный кодекс, земельный кодекс, закон об архитектурной греостроительной и строительной деятельности и другие законы. Грубое нарушение это подтверждается тем, что вот сейчас в городе все увидите мощное протестное движение со стороны жителей, которые страдают от уплотненной застройки, от точной застройки, от загрязнения окружающей среды, от того, что идет вырубка зеленых насаждений. То есть местные исполнительные органы в первую очередь ответственны за строгое соблюдение законов. И если ситуация не изменится, то, опять же, ничего не изменится. И теперь единственный, может быть, такой выход из этой ситуации – это разукрупнение, более рациональное планирование в самом городе. Ну, во-первых, полный запрет точной застройки. Ведь дело в том, что точная застройка – это не просто точная застройка. Взяли, построили тот или иной дом. Это, в первую очередь, нарушение прав человека на благоприятную окружающую среду, благоприятную для его здоровья, для его благосостояния и даже иногда для жизни. Потому что в ряде случаев строительство ведется таким образом, что нарушаются не только нормы, допустим, инсоляции, проветриваемости, но даже нарушаются нормы сейсмические, которые у нас имеют исключительно важное значение для Алматы в связи с очень повышенной сейсмой. Другой момент – это прекратить осваивать предгорные районы. Просто прекратить. Те горные районы, которые сейчас интенсивно осваиваются, это по Большому Алматинскому ущелью, в Большом, значит, Маломалматинском ущелье, это районы, которые были, как правило, районами сельскохозяйственной деятельности. Там были сосредоточены основные сады и так далее. Они там были сделаны не потому, что нельзя было ничего строить, или не потому, что кто-то не хотел, а потому что, во-первых, это сейсмически опасные районы, И во-вторых, вы спросите, если это необходимо у специалистов, тот же Институт географии постоянно предоставляет эту информацию, тот же Департамент по чрезвычайным ситуациям располагает эту информацию. Они опасны в плане строительства, они неустойчивы к точке зрения геологической, они являются источниками всевозможных естественных катастроф, оползнений, валов, размывов и так далее. С другой стороны, уничтожение садов и зеленой растительности на этих территориях уменьшает количество кислорода, которое получает город. Еще один очень важный момент – это озеленение города. Точно так же в генплане 2002 года говорилось о большой роли озеленения города. Что видим мы сейчас? Мы видим, что огромное количество зеленых территорий попадает под застройку, плюс при той же точечной оплотненной застройке практически не соблюдается норма озеленения. Плюс в результате того, что у нас имеется большое количество автомобилей, но при этом не используются передовые технологии, огромное количество территорий используется под автостоянки. У нас нет мощных автостоянок подземного типа. Я только один пример приведу, допустим, та же Барселона или тот же Мадрид. Почти все автостоянки в центре города носят, сделаны в подземном варианте. На километры идут подземные автостоянки. Автостоянки в результате город не имеет такой перегруженности машин, которые стоят вдоль ковреца дорог. И в результате территории, которые освободились из этих автостоянок, использованы под озеленение города. И один из главных моментов, конечно, это борьба с коррупцией. Потому что как делаются проекты, как они выполняются, как они соблюдаются. Самый простой пример, который сейчас все алматинцы, наверное, узнают, это постоянная, буквально в течение 3-4-5 максимум лет, перекладка асфальтов, перекладка бордюров, перекладка рычных лотков, которые теоретически должны служить десятилетиями. Спрашивается, зачем это делается, кому это выгодно. Это напоминает буквально, так сказать, самые, что у меня есть, отъявленные такие яркие коррупционные схемы. Капитал должен вращаться. Все. А для чего вращается? Для пользы людей или для пользы, как говорится, тех, кто получает прибыль? Вторая большая проблема города – это общественный транспорт. Город не рассчитывал свою инфраструктуру на такое большое количество жителей. Общественный транспорт не справляется с таким огромным потоком. И поэтому в городе страшная проблема с пробками и парковками. Меня зовут Асья Дамитова. Я житель города Алматы. Житель как самого города непосредственно, так и предгорьев Алматы. Мы сейчас находимся в районе проспекта Абая, пересечения улицы Наурусбай-Батыра. Находимся здесь абсолютно не случайно. То есть здесь показательное очень само транспортное движение. Там, где одностороннее движение по Наурусбай-Батыра. Четыре полосы, которые переходят потом в горлышко от бутылки. Бутылочное такое горлышко. И остаются две только полосы. При этом достаточно густонаселенный район. И непрекращающиеся стройки. Примером того является вот эта вот стройка. Стройка, находящаяся на... Ну, по нашей информации, мы обращались официально, чтобы нам дали разъяснение в управлении земельных отношений относительно вот этой вот земли. Земля эта вообще принадлежала изначально всегда аграрному университету. Каким образом она оказалась сейчас в руках частника, это большой вопрос. На который пока мы ответ не получили. Строится сейчас там два многоэтажных дома. Чем это чревато? Первое. У всех этих жителей, то есть 130, по-моему, квартир там, как правило, есть свои средства передвижения. Выезда на эту дорогу, на Наурусбай-Батыра, очень проблематичны. Это раз. Вторых. Нагрузка, безусловно, инфраструктура, которая здесь есть, она, к сожалению, не располагает снова же принять к себе такое количество, допустим, в школы деток, в детские сады и так далее. То есть этот проект, он очень показательный. На очень маленьком участке земли строятся два многоэтажных, многоквартирных дома. Будет неверно сказать, что город не рассчитан под такое количество жителей. Скорее, город не рассчитан под такое количество автомобилей. И поэтому проблему необходимо решать именно как раз-таки сокращением количества автомобилей. Для этого существует огромное количество инструментов. Это начиная от платных парковок, стоимость которых можно увеличивать или ограничивать максимальное время ожидания. Это можно вводить различные экологические сборы для въезда в различные особо загруженные районы города. И в целом можно увеличивать стоимость владения и стоимость эксплуатации автомобилей. Увеличение плотности, оно позволяет не увеличивать наш город вширь. А это, опять же, тоже полезнее для экологической обстановки. Потому что, когда город слишком разрастается вширь, то увеличивается количество времени поездок в городе. Люди проводят, в принципе, больше времени в дороге. А если с пробками, то это значительно больше увеличивается. Что, как всем очевидно, не очень благоприятно влияет для экологии. Поэтому, с точки зрения транспорта, нам необходимо стремиться не к тому, чтобы ограничивать как-то плотность или же способствовать тому, чтобы город расширялся вширь. А наоборот, делать все для того, чтобы город был максимально компактный. Чтобы большинство функций, которыми люди пользуются, будь то это работа социальная, какие-то учреждения, либо же даже коммерческие, третьи места, чтобы они находились в шаговой, ну или хотя бы велосипедной доступности. И чтобы эти районы между собой тоже можно было связывать с комфортными видами общественного транспорта, трамваем, который в рамках нашего города был бы вообще отличным решением. И при этом важно выбирать правильные виды транспорта для различных городов с различной плотностью, с различным количеством населения. К примеру, если взять Алматы, у нас есть небольшая ветка метро, которая до открытия последних двух станций перевозила всего 40 тысяч человек в сутки. После открытия двух станций прогнозируется увеличение пассажиропотока до 85 тысяч человек в сутки. Но, к примеру, если же взять даже нашу недостроенную ветку БРТ, по которой ездят обычные автобусы, она перевозит более 170 тысяч пассажиров в сутки. То есть такая система, которая гораздо дешевле, которая гораздо быстрее строится, позволяет также перевозить пассажиров достаточно быстро, благодаря обособленным линиям, может быть гораздо быстрой альтернативой. Касательно парковок в городе, важно понимать, что это не является какой-то первичной потребностью. Более того, огромное количество людей внутри города не имеет автомобилей, соответственно, никак не пользуются автомобилем. И также важно понимать о том, что абсолютно бесплатных парковок не бывает. Если не автомобилист платит за эту парковку, значит за нее платит кто-то другой. То есть все остальные жители своими налогами, в том числе и те, кто не пользуется автомобилями. И важно понимать о том, что чаще всего получается, что как раз-таки самые уязвимые свои, к примеру, пенсионеры, либо же дети, тоже вынуждены платить за то, чтобы более благополучные пользователи автомобилей могли иметь возможность бесплатно парковаться. И платить не только деньгами, но и городским пространством, которое могло использоваться для других целей. Это отличный пример, к примеру, улица Панфилова, которая раньше была улицей-парковкой, то сейчас стало хорошим общественным пространством, которым могут пользоваться и взрослые, и дети. Касательно узких проездов, которые возникают внутри нашего города, когда машины чрезвычайных служб не могут проехать, самое удивительное, но чаще всего это связано с тем, что такие проезды у нас слишком широкие. А когда проезд достаточно широкий, автомобилисты видят о том, что здесь можно паркануться, меня объедут. И это приводит к тому, что фактически используемая ширина проезда становится уже. Поэтому, как бы это парадоксально не было, такую проблему необходимо решать тем, чтобы наоборот-таки сужать внутри дворовые проезды, какие-то закоулки. Это потому что приведет к тому, что просто там уже автомобилист не будет парковаться, потому что он поймет о том, что если он припаркуется, никто не сможет рядом проехать. Добрый день, меня зовут Василиса Куанышева. Я два года занимаюсь социальной деятельностью, веду Инстаграм «Спасем горы». Непосредственно связан с вырубкой яблоневых садов в наших предгориях, символом нашего города. И в более случаи мы столкнулись уже со многими проблемами, которые на сегодняшний день являются для всех алматинцев именно угрозой жизни и безопасности. Хотелось бы также отметить, что если город наш развивается, жителей прибавляется с каждым годом, то в свою очередь все-таки нужно развивать город в северном направлении, но никак не подниматься вверх, так как у нас горы, они также представляют собой и сейсмику, сейсмику очень высокую, сейсмоопасность. Наши горы, именно по каменскому плату хочу отметить, это десятибальная система. То есть помимо того, что это лёсы, это ещё и сейсмика. Поэтому застройщик, чтобы построить на таких условиях, на этом природном ландшафте, он должен вложить колоссальные средства именно в укрепление склона. Но никто не делает, так как это финансово невыгодно. Поэтому что будет в последствиях, здесь можно будет посмотреть, например, Текеля, который недавно у нас был в мае этого года. То есть здесь нужно подходить очень грамотно, очень тщательно. Должны быть созданы комиссии, которые проверят сейчас все предгория. Потому что то, что происходит в последние два года, я думаю, здесь очень много было ошибок. И чтобы мы не оказались потом в катастрофической ситуации и у нас не было много жертв и разрушений, мы должны сейчас все эти незаконные стройки остановить. На данный момент нужно объявить мораторий на строительство именно на склонах до полного разбирательства со всеми разрешительными документами. Должны были обязательно каждым застройщикам проведены инженерно-геодезические исследования. Проверить, было ли это произведено, не было. И только потом уже разрешать строительство в предгориях. Территория города Алматы подвержена разнообразным опасным природным процессам. Наверное, самое опасное из них – это землетрясения. Кроме этих опасностей землетрясения у нас еще есть оползни, сели и лавины. Так вот, оползни, которые развиты у нас в предгорьях, на прилавках, вот в районе Каменского плато, они, помимо того, что опасны сами по себе во время сильных дождей, но при землетрясении, они резко активизируются. Вот, например, при землетрясении 1887 года у нас больше людей погибло под оползнями, чем под развалинами домов. Но в то время еще наши предгории были совсем мало освоены. Поэтому вот сейчас я считаю, главная опасность, что у нас, ну, помимо того, что застраиваются предгорья, сложенные лесовидными суглинками, не соблюдая нормы оползневой безопасности, еще даже если соблюдается средство устойчивое здание, то почти никогда не учитывается возможность схода оползней при землетрясении. И для этого нужно разработать специальные технические требования к таким участкам и распространить их на нашу территорию. Но я бы хотел сейчас подчеркнуть то, что в данный момент разрешение на строительство выдается без согласования со специалистами, занимающимися природными опасностями. Насколько я знаю, сейсмическая экспертиза существует, а вот экспертиза на подверженность оползням, селям и лавинам отсутствует. Раньше требовалось разрешение специального органа кассы или защиты, которые входят в систему МЧС. Потом это требование отменили, и теперь застройщики просто говорят, нам Акимат разрешил, мы строим как хотим на нашей территории, подрезаем склоны, нагружают. Хотя эти нормы, в принципе, прописаны в строительных нормах, как нужно строить на таких склонах. Вот так вот, первое, что нужно сделать, ну, как говорится, соблюдать нормы, которые уже существуют в строительстве. Но самое главное, надо ввести обязательное согласование застройщиков, которые занимаются строительством в наших предгорьях, согласование с органом, который может дать заключение на безопасность этой территории от оползней, селей, ну, даже и лавин, потому что у нас довольно высоко в горах и строительство ведется. И я думаю, что таким органом мог бы быть, конечно, касса или защита, которая отвечает за безопасность территории именно от селей, лавин и оползней. Такое мое мнение. Селем у нас подвержены русла и конусы-выносам Большой и Малой Алматинки, Каргалинки и Оксая. Оползнем – это территория, в первую очередь, Каменское плато, потом Междуречье, между Большой Алматинкой, Каргалинкой и Оксаем, ну и Бутаковка тоже. То есть нижняя часть гор. В нашем городе есть институт сейсмостойкого строительства. У них есть специальная программа моделирования последствий землетрясения. То есть они задают бальность землетрясения, задают характеристики существующих зданий, как они стоят. Моделирование показывает, куда разлетаются осколки, в каком радиусе. И все это можно просчитать и принимать уже соответствующие меры. То есть надо этим серьезно заниматься просто, не отмахиваться от этой проблемы. Из-за того, что увеличивается количество населения, количество жителей в городе, и нагрузка на инфраструктуру, конечно же, увеличивается в десятки раз. И мы видим, насколько переполнены школы по 40-45 человек в классе, насколько не хватает мест в детских садах, люди годами стоят в очереди. Досаев предложил строить школы на первых этажах. Это настоящая дискриминация. Дети не получат должного образования. И такие решения, конечно же, вызывают гнев у жителей города и растет социальная напряженность. Вообще, сколько владельцев, конечных владельцев строительных компаний? На всю страну всего 500 человек примерно. И ради этих 500 человек нарушаются права и интересы жителей всей страны, а это 17 миллионов. Переполненные школы, очереди в поликлиниках и невозможность попасть в какой-то детский сад рядом с домом, это проблема, на которую, конечно, оказывает влияние хаотичная застройка. Но давайте разберемся, что такое хаотичная застройка, откуда она бывает. Вот как вы думаете, кто виноват в том, что город застраивается хаотично? Большинство людей в ответ на этот вопрос скажет, что это виноваты застройщики. Плохие застройщики жадные, они хотят больше построить жилья и не думают о нас, о простых жителях и о тех, которые живут рядом с этим, с новой стройкой, и о тех, кто будет жить в этой самой новостройке. Но на самом деле это только половина ответа, потому что застройщик строит то, что ему разрешено строить. И если город не позаботился о том, чтобы в этом районе, где Акимаджи опять-таки выдает разрешение на строительство высотного многоэтажного жилья, жилых комплексов, чтобы не позаботился о том, чтобы там также появилась и школа, которая будет достаточно вместительна для жителей, для учеников, и поликлиника, и не только это. То есть на самом деле есть много других функций, которые должны быть в нормальной, развитой, комфортной городской среде, но их не предусматривают ни застройщики, ни город. То есть город не требует от застройщиков это делать. И поэтому решать эту задачу можно только изменив подход к тому, как принимаются решения о застройке. Если они по-прежнему будут приниматься так, как у нас была сложившаяся практика последнее время, это просто в двустороннем порядке решается между застройщиком и Акиматом, в практически полуавтоматическом режиме застройщик получает разрешение на строительство, и не производится никаких предпроектных исследований, нет анализа того, что нужно этому району, какие у него есть сейчас проблемы, какой у них есть, какой у района есть потенциал, и как новый проект может решить старые проблемы и усилить потенциал района, такого, к сожалению, у нас нет подхода, нет такого анализа, нет никакого требования к тому, чтобы этот анализ проводить. Все, что делает строитель, когда начинает проект, он мыслит в рамках своего участка. Только в рамках своего участка. То, что огорожено забором. То есть что там будет. Там будет весь дом, здесь двор, здесь парковка. Это все. И так не пойдет, конечно. Потому что если город не позаботится о том, чтобы выставить требования к застройке, чтобы она была комплексная, чтобы она предусматривала наличие разных функций, и социальных, и деловых, и коммерческих разных, потому что это город. Мы живем не только между домом и школой, или домом и поликлиникой. Там должна быть насыщенная городская среда, которая будет удовлетворять всем потребностям жителей. Так вот, если город не выставит эти требования, предварительно подумав на основе анализа этого района, то тогда застройщик не будет этого делать. Это просто закон. Потому что застройщик приходит строить для того, чтобы получить выгоду. И поэтому для нас ответ очевиден. Необходимо изменить подход к тому, как принимаются решения о застройке в казахстанских городах. Как должны приниматься решения, на наш взгляд? Первое, это вот эти вот самые предпроектные исследования, которые покажут, чего не хватает этому району, как сделать так, чтобы район стал еще более комфортен для жителей, которые уже там есть, и которые приобретут там жилье. На основе этого предпроектного исследования уже делается проект. Поэтому оно называется предпроектное. То есть проект должен учитывать все те вызовы, с которыми сталкивается сейчас район. Это и транспортная инфраструктура, и социальная. И предложить такие решения, которые не будут их усугублять, а будут, наоборот, способствовать хорошему устойчивому развитию. И для того, чтобы решения, принимаемые в наших городах о застройке, были максимально качественными, чтобы у нас перестали возникать такие ситуации, когда новые проекты создают новые проблемы, когда жители возмущаются и не хотят уплотнения города, хотя уплотнение города необходимый процесс. Просто я понимаю всех тех, кто против уплотнительной застройки, потому что вся та уплотнительная застройка, которая происходит у нас, она очень плохая, очень низкого качества, не учитывает контекст, не архитектурный, не инфраструктурный. Мы считаем то, что такой комплексный подход с вовлечением независимых экспертов, прозрачный, понятный для жителей, для бизнеса, он будет решать вот эти проблемы, вернее, не допускать возникновения новых таких ситуаций проблемных. Более того, это выгодно и для самих застройщиков, потому что они тоже несут значительные издержки, когда их проект вызывает общественный резонанс, они вынуждены его переделывать, иногда даже отменять. И это более продуманный, что ли, подход к созданию проектов, к их одобрению на уровне городской администрации. Он займет чуть больше времени, чем такой полуавтоматический, когда через интернет подаешь заявку и получаешь разрешение на строительство. Но, тем не менее, он более устойчивый, он более предсказуемый, и он не будет приводить к конфликтам. Конечная остановка на Розабакиво-Кожабеково, там хотели построить многоэтажку. Мы узнали об этом и отстояли. Там теперь осталась конечная остановка, но сколько таких проблемных случаев, таких случаев захвата под многоэтажную застройку, мы не смогли отстоять, мы не смогли даже узнать об этом. И, конечно же, это большая проблема. ЖК строится, например, и очень часто там нет вообще парковок. Катастрофически не хватает парковочных мест, и жители, можно сказать, дерутся за каждое парковочное место, что усиливает социальную напряженность. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Также пробки. Вы видите, как на Альфа-Раби постоянно в час пик просто стоят машины. И из-за этого очень часто пожарные машины, скорая помощь не может вовремя добраться до больных. И у нас есть активистка, у которой умерла мама из-за того, что на Альфа-Раби застряла скорая машина. Мы видели на примере вот здесь, на Минино. Вы помните, в прошлом году стрелок чуть не застрелил людей. И сюда спецтехника не смогла пробраться. В 2020 году мы проводили исследование в городе Алматы, которое называлось «Чего хотят алматинцы». Рассматривались различные вопросы, в частности вопрос безопасности. Так вот, фактор социальной напряженности отметили 16% респондентов. И еще 7% переживали о маргинализации нецентральных районов. Что нам могут говорить эти данные с точки зрения связанности их с архитектурным ландшафтом, с застройкой города? Наш город моноцентричен. Люди переживают за маргинализацию окраин. В центре города мы видим уплотняющую застройку, все больше и больше высотных домов. В то время как спальные районы, отдаленные, вновь присоединяющиеся на районы города, не оснащены той самой человекоориентированной социальной средой. В них нет комьюнити-центров, общественных пространств. Застройка ведется хаотично и не ориентируется под потребности человека, а лишь под капиталистическую арену города. Для того, чтобы город развивался равномерно и снижался, в частности, фактор социальной напряженности и маргинализации нецентральных районов города, важно ориентироваться на развитие полицентричности. С точки зрения работы с местными сообществами, что может этому способствовать? Это развитие общественных пространств, развитие досуговых центров, развитие и создание, в частности, экономических противовесов для формирования новых точек притяжения. С этим эффективно работают инструменты культуры, инструменты соучаствующего проектирования и инструменты, конечно же, грамотного планирования городской застройки, которая ориентируется не на плановость, не на экономические показатели, а, повторюсь, наверное, уже в третий раз, на запросы жителей, на запросы города, на запросы непосредственно тех, кому принадлежит этот город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова